Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Анекдоты от А до Я» и с вами я, актер Владимир Емненко. Дорогие друзья, вы знаете, что вы на самом веселом канале, поэтому не забывайте делиться нашим контентом со своими друзьями, родственниками, знакомыми, соседями. Пусть у них тоже будет немножечко веселье. Дорогие друзья, и вы, конечно же, не забывайте ставить лайки, нажимать на колокольчик для того, чтобы мы виделись с вами каждый день. Ну и, соответственно, конечно же, писать комментарии, потому как у нас конкурс на лучшие комментарии, и победитель получает приз. Ну, а мы начинаем. В брачное агентство приходит женщина и говорит, можно мне подобрать мужчину? Ей говорят, для вас есть хорошая кандидатура. А высокий блондин, метр восемьдесят четыре. А вес восемьдесят пять килограмм, широкие плечи, голубые глаза. Говорит, да, ничего, такой кандидат симпатичный, да. Говорит, да, у него еще свой бизнес, у него сеть заправок, у него магазины, у него дача, у него хороший дом, дача на море, несколько автомобилей. Говорит, прекрасно, прекрасно, это очень здорово. Да, он увлекается спортом, он бейсбол, играет в гольф, плаванием занимается. У него шикарная фигура. Говорит, ой, великолепно. Говорит, да, вот из увлечений. Из увлечений он играет в танчики. Женщина говорит, нет, давайте другую кандидатуру. Муж с женой общается, и он ей говорит, ну, чего ты, ну, прекращай, ну, извини, что я назвал тебя жирненькой, но я не со зла, ну, я чисто любя, ну, я правда, ну, прости меня, не обижайся. Точно? Точно не обижаешься? Нет? И зла не таишь на меня? А чего второй подбородок трясется? Англия, Лондон, ночь. Сэр занимается любовью со своей женой. И вдруг он подрывается, подбегает к выключателю, включает свет в комнате, стоит и смотрит на кровать, где лежит его жена. Говорит, что-то случилось, дорогая? Что с тобой? Он говорит, нет, все нормально. Говорит, да? А почему ты тогда пошевелилась? Маленький мальчик обращается к своей тетке и говорит, тетя Галя, а скажите, а зачем вы все время краситесь? Она говорит, ну, как зачем? Чтобы быть красивой. Да? А когда начнется эффект? Собралась молодежь возле старика дяди Пети и внимательно стали его слушать. Он говорит, да, что вам сказать, молодежь, молодежь, у вас еще все впереди. А я в жизни столько дерьма повидал. Все к нему сразу. Дядь Петя, вы много странствовали? Он говорит, да нет. Сантехником я проработал. Парень с девушкой, она ему говорит, ты знаешь, нам не нужно больше общаться. Он говорит, ну, хорошо. Говорит, ну, просто надо сделать паузу. Говорит, окей, окей, я понял. Говорит, только ты не обижайся, это ничего личного, просто нужно какое-то время нам вот не видеться. Говорит, да я понял, я попробую с другой закрутить. Она говорит, ты что, охуел что ли? О, здравствуйте, это компания Санчур? Да, да, слушаю вас, что вы хотите? Я вчера купил у вас страхмошный пылесос. Говорите, Гуромчий, я вас плохо слышу. Да я из мешка с пылью с вами разговариваю. Дорогие друзья, многие конфликтные ситуации люди создают сами. Сами, строят себе баррикады, а потом с криками «Ура!» эти баррикады преодолевают. И знаете, вот одна из таких конфликтных ситуаций, когда люди начинают проверять свою память. Один говорит, я помню, было так, а другой говорит, да нет, было иначе. Поэтому, дабы разрешить этот спор, давайте окунемся в прошлое. Поехали. Подол, ночь, набережная Днепра, сидят две подруги. Одна говорит, ой, Аля, ты слышишь, как поет жаворонок? Вторая говорит, да не, это не жаворонок, это форель. Ты что, форель ночью? Ой, Фима, Фима, посмотри, посмотри, тут объявление, купи шубу по цене фабрики. Ой, Циля, это очень дорогая шуба. Приходит как-то Микеланджело в Секстинскую капеллу и обращается к Папе Римскому, Льву Десятому. Здрасте. Тут на него смотрит, говорит, здрасте. Потолок покрасьте. Фима приходит до своей жены Цили и говорит, Циля, нам нужно пожить отдельно. Так, говорит, что такое, Фима? Ты что, меня больше не любишь? Нет, Циличка, я тебя люблю. Ну, ты каждый день хочешь секса. А мама мне говорит, что я и так худенький. Сема, ты кудой? Да кудой, я до новой айпад прошить. Ты что, порвал чужой айпад? У каждой еврейской женщины есть обязательно три вещи. Это первое, куча болячек. Второе, гениальный ребенок и шлемазал муж. Друзья, вот когда жена мне говорит, ты правда не понимаешь, почему я злюсь? Я смотрю на нее и вижу, что она тоже не понимает. У вас не так? Мысли на похоронах. Вот тогда первые от нас из жизни уходят лучшие люди. Хорошо, что я так себе. Едут две подруги в автомобиле, а за рулем муж одной из них. Одна говорит, слушай, я смотрю, твой муж такой спокойный за рулем, мой такой нервозный, постоянно что-то орет, кричит. А что ты ему даешь? Я ему даю. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, все. Но вы самое главное, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы мы встретились с вами завтра и послезавтра и так далее. Ну и, конечно же, делитесь нашим контентом со своими друзьями, родственниками, близкими, соседями, знакомыми и так далее. Пусть они тоже будут в хорошем настроении. На сегодня, пожалуй, все. А, да, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Вас ждут призы. Пока.